16+. СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 4300549 от 19 марта 2015 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И Алексею Ишутинову, исполняющему обязанности начальника управления дорожной и парковой инфраструктуры. Алексей Викторович, добрый день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, сразу давайте ответим на этот вопрос. Почему в последние дни зимы занялись тротуарами? Ситуация с тротуарами, которые находятся в центре города, у нас осложнена была тем, что подрядчик долгое время не исполнял свои обязанности по надлежащему содержанию тротуаров. Подрядчик это кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это субподрядчик у города Дормостроя, была такая организация, ресурс. Мы расторгли... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Она всеми тротуарами в городе занималась? В центре. В центре города. Сейчас актуально центр, все обращают внимание на то, что в центре начали чистить тротуары. Мы расторгли контракт с этой организацией. Город Дормостроя собственными силами без привлечения этого субподрядчика после того, как он ушел, принялась к работам. И мы сейчас видим результат, когда недобросовестного подрядчика, как говорится, отстранили от работы. И вот сейчас все приводится к тому состоянию, как должно быть. И здесь сразу два вопроса возникают. Понесет ли компания ресурс какое-то наказание? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По результатам месяца, по всем контрольным выездам, были составлены оценочные акты по содержанию территории. И по этим оценочным актам будут начислены штрафные санкции. То есть расчет с ним окончательный будет с учетом всех начисленных штрафов. Деньги ресурсу еще не перечислены, соответственно, да? Соответственно, эти деньги остались у подрядчика. Так точно. Вот Алексей Викторович может подробно сказать о том, как эта процедура оценки происходит. Да, пожалуйста. Алексей Викторович, поясните. Поближе микрофон, пожалуйста. Значит, при оценке работы данной субподрядной организации с сотрудниками ОДПИ были проведены объезды, сделаны контрольные замеры, и процент снижения там составляет до 60% от общей стоимости. Опять же, на такую оценку, конечно, повлияло состояние тротуаров. То есть если по проезжим частям субподрядная организация где-то выходила, то тротуары были провалены. А общая оценка, она стоит из средней оценки и за проезжую часть, и за тротуары, и за содержание остановочных павильонов. То есть там комплекс оценок средних, и выходит средний. Средняя оценка, так получилось, вот такой большой процент снижения. Оплаты пока еще не было, то есть не вся исполнительная документация в полном объеме сдана на проверку. То есть 60% это снижение от всей сети, тротуарной и дорожной? Нет, 60% это в части данного субподрядчика. Конкретно ресурсы? Да. А общая тогда оценка, если мы будем говорить по всему городу? Еще не выставлялась, это будет делаться в конце, не в конце, где-то числа 5-6 марта, то есть на днях. Сегодня-завтра? Сегодня-завтра, да. Дальше вы сказали, что изыскали собственные ресурсы для того, чтобы очистить тротуары. А изыскать собственные ресурсы тоже ведь не так просто. Откуда они взялись? Ну, я... То есть вы силы перебросили, откуда-то туда на тротуаре? Силы перебросили ГДМС, а собственные ресурсы... Каких собственных? Ну, на самом деле у нас... ГДМС, откуда что взялось? Откуда взялись ресурсы? Техники у нас не увеличилось, ужесточили график работы. Что это значит? Это значит, что перешли за место двухсмен на трехсменную. То есть круглосуточная. То есть круглосуточная работа. И был пересмотрен график, мало того, на тот же город Ормонстрой, благодаря вот тому счастливому промежутку времени, которые сейчас у нас достаточно долго не было снегопадов, смогли со своей территории сконцентрироваться уже на запущенных ресурсах территорий и тоже выполнить необходимые работы. Вы сказали, что вот сейчас вы концентрировались на центре, и мы действительно видим, что за последнюю неделю практически вскрылись вот эти тротуары, и мы стали спокойно ходить и подходить к своим мусорным площадкам и перемещаться более-менее нормально. А что касается периферии, какие планы на окраины города? На периферии также ведется работа по поддержанию надлежащего состояния в уличной дорожной сети. Там тоже в таком режиме придется сейчас работать трехсменной? Совершенно верно. У нас деваться некуда. То есть все мобилизуются и продолжают работу по расчистке, вывозу снега, чтобы привезти и содержать город в надлежащем виде. Алексей Викторович, насколько мы помним, и тротуаров тоже касается, контракт на 20 месяцев. Сейчас придется перезаключать договор с новым подрядчиком. Ну, задача, считай, так, зима кончается. У нас задача стоит собственными силами, не привлекая нового подрядчика, силами ГДМС справиться с сложившейся ситуацией. А к следующей зиме? К следующей зиме мы планируем наращивать собственный автопарк ГДМС, чтобы уйти от зависимости от субподрядчиков и максимально сконцентрироваться и обеспечить выполнение работ силами города Ормозстроя. Вы сами перешли на новую тему, мы тоже ее с Аней планировали. Не очень давно сити-менеджер Илья Шульгин говорил, что будет привлечена некая организация, которая поможет провести оценку необходимых ресурсов для того, чтобы вот такой город, как Киров, очищался в должном режиме. И, исходя из этой оценки, будет как раз закупаться, видимо, техника, как-то перераспределяться ресурсами. Можно ли узнать подробности об этом? Мы с такой организацией уже переговоры провели. Что это за организация? Организация Меркатор, которая предложила свои услуги. Мы не будем, конечно, концентрироваться на одной организации, если поступят подобные предложения, а других тоже будем рассматривать. Но сейчас поступило предложение провести всю оценку имеющейся парка техники, объема уличной дорожной сети и провести расчет потребности в дополнительной технике, расчет потребности в людях. И план проведения, и расчет, прям графика, точный график, с учетом всех логистических нюансов, расчета именно затрат, как материальных, так и людских, для содержания улицы в нормативном порядке. Какие сроки это будет происходить? Ну, мы сейчас производим оценку стоимости. То есть, как говорится, у нас составляем техническое задание, для этого идет сбор всей информации, дополнительной информации, а информация достаточно большая, чтобы точно произвести это, надо провести достаточно большую работу. Ну и плюс это будут какие-то определенные конкурсные процедуры. Мы же не можем так взять и заключить. Это будут законы, установлены конкурсные процедуры, и тогда мы сможем приступить. Я думаю, это займет, ну, как минимум месяца два, чтобы полномерно все качественно решить этот вопрос. То есть май, июнь, когда? Ну, я думаю, к июню мы уже будем иметь все расчеты, всю картину, необходимую для того, чтобы точно понять и рассчитать, сколько необходимо привлекать средств, мощности и людей. Уже сейчас понятно, что техники, конечно, недостаточно у города Кирова для того, чтобы его убирать как следует. Мы проводили в программе «Урбан», по-моему, как раз была большая у нас история по тому, как очищаются города России, связывались с коллегами из других городов. Там простой пример Тюмени нам показал, что в момент, когда мы включались просто в интерактивную карту, Тюмень, на просторах Тюмени 700 машин работало. Тюмень славится чистотой давно, мы понимаем, конечно, совершенно разный уровень доходности бюджета в Тюмени и Кирова, но 700 машин. Практически на каждую тысячу жителей по машине получалось. У нас, по-моему, машин 150, да? У нас ежедневно работает 150 машин в часы, в сутки, в ночь один раз было, даже не один раз, а много раз было, когда были критические моменты, большой снегопад. Концентрировался 250 до 280 техники. А вот это и своих подрядчиков? И своих подрядчиков привлекали всю возможную технику, где только могли взять. Подождите, вот смотрите, есть 150, которые работают в штатном режиме, так скажем, да? Когда критические моменты, получается, 250-280, то есть еще там 130 примерно, вот где-то машин, единиц, вы берете. А в остальное время эти машины, они где? Они просто стоят, вот эти дополнительные? Они стоят, это чтобы сконцентрироваться и привлечь дополнительное количество техники. Обращались, те же подрядчики обращались в другие организации. То есть к частникам? К частникам, да, у которых эта техника тоже используется. То есть шли навстречу, соответственно, сдавали в аренду технику и помогали вот этот вопрос в такие критические моменты решать. Я почему спрашиваю? Потому что если бы это было у нас в постоянном, так скажем, доступе, да, можно было бы в некритические моменты вот эту свободную технику направлять, в том числе на уборку тротуаров. А вот мы как раз и спросим, идет ли речь о том, чтобы ГДМС собственный парк наращивал автомобильный? Да, как я уже говорил, как раз мы максимально хотим сделать расчет, чтобы ГДМС смог значительные объемы выполнять собственными силами. Для этого надо, как уже говорили, рассчитать технику, посмотреть, сколько это надо будет. И технику именно закупать и планировать такого плана, чтобы ее можно было с помощью съемного оборудования использовать как и в зимний период, так и в летний период. То есть, условно, это могут быть ковши или щетки, да? Ковши и щетки, есть в обиходе понятие, как пылесосы. Опять же, устройство можно подвесить, которое разбрасывает соль. А это на зиму и летом, это, соответственно, заменяется поливочными какими-то навесными оборудованиями. Именно рассматриваться в таком плане, чтобы техника была задействована круглогодично. Мы понимаем, что это очень немаленькие затраты. Даже если будем примитивно сравнивать с Тюменью, то еще 350, например, единиц техники нам надо закупить. Техника должна быть современной, чтобы служила долго, гарантийно как-то служила. Плюс еще это насадки всякие разные. Это большая очень сумма. Какие варианты рассматриваются? Что это будет? Лизинг, кредит? Ну, скорее всего, самый в этом плане удобный механизм – это лизинг. Мы понимаем, что приобретая технику в лизинг, мы через некоторый срок, расплатившись за эту технику, берем на баланс, получаем технику, которая с минимальной остаточной стоимостью, на которой налоговая нагрузка меньше и достаточно получается хороший экономический эффект. Ну, имея в виду даже ту же рассрочку. Возвращаясь к современной технике, хотел бы вернуться опять к предложению организации «Меркатор». Кроме расчета, предлагается рассмотреть еще приобретение такого программного продукта, который осуществляет постоянный мониторинг, контроль техники по выполнению работ. Что в этом самое главное интересное? Вот, например, к примеру, объясняю. У нас есть график выполнения работ, да, маршруты техники. Это программный продукт позволяет мониторить в автоматическом режиме процент выполнения очистки трассы, ну, очистки всего УДСа. То есть она даже фиксирует, почему важна современная техника, фиксирует опущенный ковш и движение автомобиля. То есть мы понимаем, что она зафиксирует как факт выполнения только движение автомобиля с опущенным отвалом. Есть график, четко туда заложенный, и будет мониторинг. Вот они предлагают, очень интересно, посмотрели мы на примере на действующем процент выполнения. Улицы, которые отмечены, уже быть зеленым, желтым, которые небольшое отставание, там, например, и красным, где работа еще не выполнена. Так, подождите, это вообще какой-то искусственный интеллект. Нет, это правильно. Надо разобраться. Подожди, подожди, подожди. Мы сейчас сделаем небольшой полуминутный перерыв, и после этого подробнее немножечко еще узнаем. Сергей Леонтьев, исполняющий обязанности начальника Департамента городского хозяйства администрации Кирова Алексея Ишутинов, исполняющий обязанности начальника управления дорожной и парковой инфраструктуры. Сергей Иванович, заслушались, прямо даже опоздали на перерыв. Вы сейчас как раз в промежутке между двумя частями рассказывали нам, что это обеспечение программное позволит регулировать и деятельность у самих подрядчиков, потому что можно планирование рациональное проводить. Вот про остановки, например, приведите. Совершенно верно. Во-первых, система позволяет при существовании имеющейся графика и внесенному в систему выявить узкие места в этом графике. На примере, который нам компания показывала, могу сказать, когда вбили в систему, система выдала автоматически, что вот так вот техника, как забита, она не может двигаться или идет пересечение каких-то маршрутов. То есть она уже дает возможность оптимизировать. Дальше уже, как я говорил, идет контроль выполнения. И плюс один из важных моментов – это отработка замечаний, жалоб по содержанию сети. К примеру, если поступает в диспетчерскую жалоба, что там-то, там-то, в таком-то месте не почищена остановка, остановочный павильон. В данном вот сейчас приходится реагировать, связываться с руководством. В ручном режиме все происходит. А это в этой же системе. Это заявка. Фиксируется. Если пришла фотография, также фиксируется заявка, указывается точка, местоположение замечания. И дается автоматическое задание подрядчику. И не так, что там непонятно, какую технику. А система считает график. Все техника рассчитана. Производительная техника в определенное время в определенный график втыкает. И понятно, четко выдается время, когда это должно быть устранено. С учетом всех мощностей и возможностей. Я прошу прощения, у меня может быть такой дилетантский вопрос. А подрядчик, лесу подрядчик, как узнает о том, что поступила заявка? Ему какая-то СМС-ка приходит, что-то еще? Или он постоянно мониторит? Подрядчик находится в этой системе. Той же машине, которая находится на маршруте, которую система выбрала для устранения замечаний, будь или бригада, это автоматически оповещение идет. И уже после того, как устранено это замечание, автоматически фиксируется в машине, что замечательно установляет в систему, приходит информация. Замечательно устранено, тот же фиксируется, фотоматериал, и также в системе постоянно идет фотография по устранению. То есть вот такая вот система достаточно. очень кому впечатлила и она дает возможность оптимизировать максимально процессы очень значительно потому что когда нам ее презентовали эту систему были привезены примеры что в калуге например в городе калуга где эта система уже реализованные достаточно хорошо работает в результате оптимизации получилось как достаточно весом экономический эффект и время еще экономится время сэкономил время это моточасы техника дальше пошла работать вот ну и соответственно я думаю это всем понятная картина и постоянное поддержание рабочего стану руку на пульсе можно держать 340 тысяч человек в калуге живет поменьше чем наш городок и но они смогли в два раза смогли реализовать значит может быть и сможем а в какие сроки вот это программное обеспечение если в калуге внедрение этого программного обеспечения заняло два с половиной месяца но там кроме самой программы еще идет до оснащения техники соответствующими приборами то есть идет подключение к бортовой технике оборудование который как раз фиксирует в каком состоянии находится техника опущен ли кожу включена ли система распределения соли противогололедных каких-то материалов вот она фиксирует в каком режиме идет работа техника какие работы выполняются два с половиной месяца да кстати говоря заговорили сразу же о вывозе снега и это тоже еще один вопрос который поднимали и общественники и эксперты и горожане что у нас каковая картина с вывозом снега сложилась в этом году мы видели что горы снега были на обочинах были на этих самых газонах и на тротуарах оставались у нас вот например здесь козья тропа все время существовала около нашего нашего офиса здесь тоже горы снега это конечно было прочищено тем не менее вот эти вот газончики были закрыты такими кучами снега высотой мы знаем что в этом году норматив оплата за вывозь снега была снижена и мы знаем что подрядчики недовольны этим были говорили что они работают там в минус еле еле там сходят концы с концами что на самом деле как вы видите эту ситуацию ну тем не менее уже за этот зимний сезон вывезено 540 тысяч кубов снега это больше чем в прошлом году в прошлом году потому что ну надо признать что в этом году снегопады обильные снегопады и очень много снега выпало и при этой цифре 540 тысяч кубов мы видим что еще снег на улице имеется еще есть что не не просто имеется а много и и согласен что мы столкнулись тут заснеженной зимой работа ведется деваться некуда вывозить надо над этим не останавливается я правильно понимаю что вы не оставите вот то что сейчас есть это в городе не останется это все будет постепенно вывозить оставлять нельзя потому что все мы понимаем что это что на слой и со свое время в большие потоки воды но вот константин сечихин как раз член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог общественной палаты как раз нашем эфире задается вопросом не уплывем ли мы с вами весной не уплывут ли дороги по весне потому что этого который делали в прошлом году за счет бкд да который у нас лежит если будет сильная потайка мы моментально можем не увидеть какое-то процентное соотношение тех новых дорог которые были отремонтированы в прошлом и позапрошлом годах потому что ливневые канализации у нас остались в том же состоянии и так далее замкнутая цепочка говорит там ваш прогноз во-первых снег мы будем продолжать вывозить а что касается не увидеть дороги которые прошлом году были сделаны по бкд дороги качество выполнения дорог контролировалось и современные дороги не должны просто взять и уплыть гарантийный срок один год или три года сейчас на работы гарантийный срок четыре года четыре года показывает нам алексей шутин четыре года то есть если даже где-то что-то алексей викторович уплывет что тогда в любом случае есть гарантийные обязательства у подрядчиков которые выполняли данные виды работы это первое количество снега и качество содержания конечно зависит на срок службы того или иного покрытия я согласен с вами вы готовитесь уже к тому что у вас большие рейды предстоят по осмотру вот сделанных дорог в каком состоянии вы их получите весной что будет производиться конечно готовимся мы каждый год весной после того как снежный покров у нас ходит мы обезжаем все гарантийные участки которые попадают под гарантийный срок это и получается 16 год ремонта и 17 18 то есть три года которые у нас гарантийные сроки еще не вышли мы их объезжаем если специалисты выявляют те или иные дефекты на полотне соответственно делают претензионную работу и подрядчика за обезумом это все исправить что касается ям вот я вообще у вас уже прогноз есть на эту весну в любом случае от ям нам не избавиться не избавиться да я мощность она будет я мощность как правило мы получаем весной с переходами через ноль вы уже начали анализировать такие вот наиболее проблемные участки проблемные точки уже выявили я вижу что в городе где-то уже вот закрываются такие прям вот дыр то в проезжей части сказать что такие участки у нас вот сейчас уже они есть ну они есть но есть несколько участков которые мы планируем сделать адресно сейчас вам не скажу но мы должны понимать что в мае у нас уже начнется подготовка безопасными качественными дорогами а ямочный ремонт когда начинается ямочный ремонт мы начнем конец марта в конце марта то есть как только температуры перейдут через ноль нет ну будем работать литым асфальтобетоном даже даже при минусе позволяет минус 5 до минус 10 мы им работаем вот я сейчас слышу что раздаются у нас в редакции звонки даже до студии долетает нон-стоп но мы предупреждали в начале первого часа что сегодня в дневном развороте возможности не принимать но зато принимаем жалобы и мы вчера обсуждали эту историю мы видим как очистился тротуар и вывезен снег вот здесь вот по московской 40 где мы находимся но заодно вчера увидели что липы которые растут на наших вот здесь на прилегающих территориях газона практически каждая первая были повреждены в вашем хозяйстве алексей викторович находится также и зеленая инфраструктура мы об этом многократно говорили что одна рука не должна там должна знать что делает другая то есть с одной стороны лечим с другой стороны мы калечим вы обращаете сейчас на это внимание будет проведена какая-то инспекция потому что знаете деревья они за год не вырастают да работа не то чтобы примерно она ведется постоянно у нас зеленое хозяйство объезжает и выписывает нашим же нашему ген подрядчику замечания с претензионной работе о восстановлении или исправлении тех зеленых насаждений которые они повредили при снеговозе а жалобы какие-то от населения от жителей города вы принимаете есть они уже принимаем жалобы были по улице ленина при снеговозке на улице красноармейская и еще вот буквально вчера специалисты зеленого хозяйства объезжали и увеситую папочку мне принесли еще не читал примите нашу жалобу пожалуйста очень жалко вот эти шикарные липы это первое ну и второе перед завершением перед переходом на перерыв какие-то при вывозе снега были казусные истории мы знаем что наш офис оставил под зиму плитку сами виноваты не вывезли и она вместе с этими кучами снега ушла претензии только к себе можем предъявлять а какие-то такие казусы выявлялись вот сейчас при такой массовой вывозке снега мне кажется что некоторые автомобили вполне могли уйти под снег случайно не с ума уйти но находили то есть находили в куче снега на газоне автомобиля даже не подозревали что он есть был случай когда раскопали автомобиль он уже в состоянии был в таком что не знает мог ли он ездить он весь прогнивший но был докладывание что был такой вот и что с ним случилось этим автомобилем переместить его вынуждены были только переместить чтобы возможность снег почистить он там стоит но автомобили которые можно идентифицировать как брошенные есть критерии оценки их уже эвакуировать то есть автомобиль на славку нет на славку на стоянку для поиска свидетель ну собственно хозяин много за зиму таких автомобилей ну периодически случается но я сейчас информации вот честно поскольку это единичные случаи или их десятки брошенный автомобиль это единичный случай потому что там брошенный автомобиль он отличается внешним видом там и разбитые какие-то элементы выбитые стекла спущенные колеса то есть мы понимаем что такая ржавая коробочка остов такой всякие бывают я тут видела и вполне себе ничего но прошли автомобиль от снега прервемся на полторы минуты и продолжим разговор с нашими гостями итак сергей леонтьев исполняющий обязанности начальника департамента городского хозяйства администрации кирова у нас гостях алексей шутинов исполняющий обязанности начальника управления дорожной парковой инфраструктуры и еще один вопрос который мы хотели разобрать вот здесь у нас в студии был господин гутнов который по собственному желанию покинул или уж не по собственному не знаю сейчас не разобраться по собственному желанию свой пост и он говорил что в этом году уже есть перерасход денежных средств за вывоз снега когда он приходил к нам тогда еще вывоз снега я не помню был там 300 с чем-то что там в чем кубометра кубометра при том что в прошлом году было где-то 250 270 по моему а сейчас вы нам уже озвучиваете что там за 500 перевалило очевидно что снега там в разы больше при этом в контракте на 20 месяцев если мне память не изменяет около 600 километров то есть практически уже заложено на сегодняшний день 540 тысяч кубометра то есть мы выбрали выбрали весь объем что будем делать с этим ну сейчас мы будем перераспределять средства за счет экономии достигнутых в объеме штрафных санкций то есть за счет штрафов вот этих вот которые те деньги которых мы не заплатим подрядчиком они как раз же появились из-за некачественного содержания из-за несовременного вывоза у нас высвободится какая-то какое-то количество будем исходить из этого что нам еще понадобится вывозить то что касается следующего года то я думаю мы будем смотреть выделение дополнительных средств но без этого никак или или если с внедрением новых систем пересмотреть придется концепцию подхода к очистке да оценки и мониторинга то будем и пересматривать весь контракт мы будем уже исходить то есть эти бережливые умные технологии нам покажут что мы вот я работая в таком режиме сможем по-иному вывозить снег то может быть не придется дополна хотя скорее всего придется придется единственное что может быть придется пересматривать сам подход графику к очистке системе оценки но это будет уже ясно после проведенных мероприятий после анализа да соответственно анализа всего имеющих управляющих компаний которые так или иначе плотно тесно связаны с вопросами очистки и вывоза снега как вы с ними работаете основная претензия которая звучала от нас снова свой пример к управляющим компаниями крыши чистились в этом году чаще тоже в связи с тем что снегобаты были больше но мы видели что управляющие компании не спешили убирать тот тот лед и снег которые свалили с крыши я тебе больше скажу вот по моим ощущениям есть несогласованность в работе нескольких структур в том числе там управляющие компании городских каких-то служб которые вывозят снег и даже дворника этой же управляющей компании только почистит здесь у нас тротуар только расчистит после сильного снегопада лезет на крышу значит управляющая компания все это сбрасывается крыши вниз опять все завалено опять всем работать только приехал трактор только разгреб даже самые один раз я здесь видела трактор который прошел после очень большого там наледи которая была сбитая снега и вот отодвинул огромную такую гору вот эту снежную ледяную просто отодвинул так вот на тротуаре она осталась сторонку при этом лед и снег который прикрывал подходы к офису и подходы на дорожке с выходом на проезжую часть никто не убирал вот это тоже такая претензия которая мне кажется повсеместно встречается ну по поводу согласованности несогласованности коммунальных служб и управляющих компаний мы как город который отвечает за содержание общей общей дорожной сети и не можем ориентироваться и ждать когда управляющая компания соизволит очистить снег с крыши соответственно мы выполняем работу по очистке управляющая компания в свою очередь после очистки снега с крыши должна тут же организовать вывоз этого снега это их не зона ответственности у некоторых управляющих компаний возникло ложное впечатление что вот они скинули снег и теперь это не моя проблема это города это неправильно и мы силами территориального управления а те административные направления которые фиксируют эти штрафы проводили провели работу и вели работу по фиксированию этих нарушений привлечения к ответственности управляющих компаний на административную комиссию как следствие привлечения к штрафам тут необходимо заметить что уже в этом году в этом сезоне с нового года было зафиксировано более полутора тысяч случаев ненадлежащего содержания придомовой территории были соответственно составлены соответствующие документы предостережения часто управляющие компании более сознательные тут же реагируют на это устраняют замечания расчищают придомовую территорию чая от крышу но есть компании которые в свое время не реагируют это уже дальше чревато штрафами оформляется штраф и прочие воздействия я прошу прощения вот я щас материал смотрю как раз на сайте город администрации алексей викторович там комментировал да он говорит что в ряде случаев была ситуация когда управляющие компании не реагировали вот на такие сообщения да и ну понятно там штрафы это все все понятно но тем не менее вам надо территорию то чистить достаточно быстро подрядчики ваши подрядчики то есть получается управление дорожной и парковой инфраструктуры возвращались на это место вывозили это все за собственный счет а дальше что происходило вы дальше на управляющую компанию какой-то счет выставляли или нет нет не однократно было у нас так что даже буквально три-четыре дня назад да если сейчас можно выйти на уличную дорожную сеть это можно повсеместно посмотреть там где вскрыли тротуары до основания через два часа скидывают снег на чистый тротуар он там лежит вот это то о чем я говорила почему вы не договариваетесь почему вы не обяжете управляющей компании как-то с вами связываться да и как-то синхронизировать ваши действия сразу мы бы разделили снег который лежит на крышах и снег который на улице дорожной сети то есть тот который на крышах он не ваш это не наше мы понимаем на минуту остается я обращаю внимание у нас просто одна минута остается времени мы должны отпускать на россии у них совещание мы так договаривались мы во первых благодарим что вы к нам сегодня пришли очень подробно рассказали какова стратегия сейчас по очистке города от снега естественно у нас есть множество вопросов к оборудованию самих управляющих компаний и вопросы например когда в конце концов лопаты будут заменены какими-то другими там приспособлениями может быть с управляющими компаниями поговорим и у нас конечно очень большая проблема в преддверии весны это пыльные бури которые накрывают киров начиная там с апреля месяца и не заканчиваясь вообще это очень серьезная действительно проблема и хотелось бы чтобы мы поговорили на эту тему и вы обратили внимание на эту просто вопиющие совершенно какую-то варварскую уборку вот улиц когда едет трактор метет весь он в дыме и в пыли и все окружающие тоже и из-за это ставится галочка что все очищено прекрасно мне кажется совершенно я не знаю доисторический какой-то способ это первое и второе конечно же вот развитие системы сберегающие ресурсосберегающие и система умного города потому что это все туда включается это это крайне любопытно крайне любопытная история мне кажется что они с течением времени может быть наши с тобой там дети внуки увидят как все синхронизируется управляющие компании и город я думаю раньше будет вот отлично прекрасно спасибо вам большое мы вас отпускаем у нас есть еще пять минут эфира у вас совещание да да так что пожалуйста тихонечко покидайте студии а мы со светланой анонсируем немножечко завтрашний урбан да традиционная программа урбан который выходит по средам завтра с 11 часов мы ждем московского эксперта павла гнилорыбова мы с павлом знакомы да и уже не первый год павел неоднократно давал и комментарии в наших эфирах по телефону и лично присутствовал приезжал и какие-то мероприятия лекции проводил для горожан в том числе вот здесь он будет достаточно длительный период как я поняла из его фейсбука то есть не день и не два он будет находиться в кирове мы подробно не только в кирове не только в кирове в районной области поедет да подробности мы у павла завтра узнаем спросим ну просто хотелось небольшую вводную сделать по человеку который придет к нам в гости но во первых павел российский историк писатель москвовед публицист журналист он стал известен благодаря авторскому экскурсионному проекту мост пешком и кстати впервые мне кажется мы с ним познакомились здесь как раз подачи антона касанова пешком повятки они коллеги взаимодействовали дальше вот лично я с павлом познакомилась больше на как раз московской зимней школе комитета гражданских инициатив вот понедельник мы отчитывались да по мероприятию которое было по региональному семинару и эксперты московские серьезные взрослые люди именитые они с абсолютным аппетитом и даже восторгом где-то отзывались о павле как об очень серьезном специалист вот именно в области краеведения и истории городов но павел специализирует не только на больших городах но и на малых конечно специализируется на сохранении исторического наследия что на том как вписать это историческое наследие в современный контекст и в современный вид там развивающегося города да что это не гнилушки должны быть какие-то вот а что исторические объекты их можно сохранять так чтобы они органично смотрелись на фоне современной какой-то вот там застройки в том числе и стекла и бетона. Да, совершенно верно. Так вот, приезжает он примерно на неделю. Он действительно проедет по нескольким нашим городам. Будет собирать материал. Этот материал будет опубликован. То есть будет какая-то публицистика. Будет проведена лекция в творческом пространстве пятый этаж на улице Ленина 9 числа. И я туда всех с удовольствием приглашаю. Надеюсь, еще придет Даша Ткачева к нам в четверг в культпоход. Вы помните, 8 марта у нас не будет культпохода. Он будет в четверг. 8 марта для всех 8 марта. И для нас тоже. 9 числа он будет как раз на Ленина, на пятом этаже свою лекцию давать. Завтра поподробнее еще тоже у Павла расспросим, что именно он там будет давать. Но вообще, конечно... А в район этой области, Павел, зачем ели? Ты куда? Известно ли? Да, он у себя в Фейсбуке писал. У меня сейчас медленно загружается в Фейсбук. То есть это несколько населенных пунктов? Да, у меня сейчас медленно загружается в Фейсбук. Он их там перечислял. Наши, соответственно, эксперты и просто заинтересованные люди рекомендовали ему разные всякие места. Но Паша уже не первый раз, кстати говоря, в Кировской области вот так путешествует. Он вообще по всей стране очень активно путешествует, забирается в самые глухие уголки. Ну вот я, кстати говоря, нашла анонс архитектурных излишеств, его лекции, которая пройдет «Наследие и подлинность», как ими запомнится 2010-е. Промышленная архитектура, опыт России, возрождатели сносить. Это важно. Мы говорили про промышленные районы. Краеведение в цифровую эпоху, как выжить между сканвордами и лунным календарем. Паша очень оригинальный, но очень глубокий человек. Я просто вот всем рекомендую действительно с ним познакомиться. Завтра в Урбане, напоминаю, вы сможете задавать вопросы по телефону 211-101, можете пообщаться, что-то там предложить, что-то там спросить, обсудить и даже поспорить с удовольствием. А вот вижу, да, с 5... Нет, это не наше. Нет, наш анонс. С 5 по 12 марта команда архитектурных излишеств будет работать в городе Кирове и окрестностей. Цели — гражданское просвещение, смягчение нравов местных жителей, изучение архитектуры и быта сего отдаленного края. Выпуск серии роликов для канала «Излишеств». Но списка окрестностей нет. Завтра мы у Павла об этом спросим. Советский, Иранск, Уржум, Лальск, Кукарка, Слободской. Ничего себе окрестности, да, Лальск? Попробуй доберись. Вот прервемся на этом.